Рассказ Николая Богданова Пришлось гитлеровцам пешком топать по лесам и болотам. И вот тут набрели они на веретейку. Заслышав о приближении врагов, все жители в лес убежали. И все имущество либо в землю зарыли, либо с собой внесли. Ничего врагам не досталось, ни одного петуха. Словно вымерла деревня. А все-таки два человека задержались. Ваня Куркин и его дедушка Севастьян. Старый пошел рыболовной сети прибрать. Да замешкался, а малый без деда не хотел уходить. Да тут еще вспомнил, что в погребе горшок сметаны остался. Хотел одним духом слетать и тоже не успел. Высунул, высунул нос из погреба, смотрит, по домам уже немцы рыщут. И танки по улице гремят. Дедушка свалился к нему с охапкой сетей в руках. Ванюша, затаись, тише сиди, а то пропарит. Шумит глухой подносом у немца. И его глухотир был внучок виноват. Когда Ваня был поменьше, озорные парни его подговорили. Деду в ружье песку насыпал. Так мог крепче выстрелить. Дед пошел по зайчишкам. Ружье не проверил. Не заметил, что в стволе песок. Приложился. Пока сон выпалил, ружье-то и разорвалось. С тех пор дед оглох. Кричит, а ему кажется, что говорит тихо. Беда с ним. Немцев мимо деревни прошли тысячи. Но, видно, торопились. Погреб не обнаружили. Когда движение утихло, Ваня осторожно выглянул и удивился. Перед околицей, в песчаных буграх, немцы успели нарыть большие ямы. Спереди тщательно замаскировали их кустами и плетнём. В одной яме поставили танк. Громадный, почти с избу, страшный. На боках чёрные пауки нарисованы. Свастика. Ваня понял, что это засада. И как же хитро этот танк действовал. Когда вышли на дорогу наши танки, он их обстрелял. Стрельнёт и тут же уползёт с одной в яму в другую. Наши стреляют туда, где заметили вспышку от выстрела. А танка там уже нет. Он другой в яму уполз. И страшно, Ваня. Дух захватывает. Сердце останавливается, когда снаряды рвутся. А любопытство пуща страха. Неужели, думает он, немцы хитрее нас? Ах! А и такая досада его берёт. Собу стискивает. Лава у меня пушка. Я б вам показал, как в прятки играть. Ну какая же у него пушка, горшок сметаны, завязанный в тряпку. Вот всё и оружие. Да, в тылу у него глухой дед прячется под сетями. Тоже невелика сила. И хочется Ване своим помочь. А пособить-то нечем. Неожиданно стрельба кончилась. Наши танки отошли. Наверное, пошли обход искать. Или за подмогой. Ведь им могло показаться, что танков здесь много. Фашисты вылезли из своего танка. Потный, грязный, страшный. Достают зажравленные консервные банки. Скрывают ножами. Едят что-то. Ворчат про себя. Ишь ты, наверное, ругается. Покурятину у нас в деревне не нашли. Подумал Ваня. Посмотрел на горшок и усмехнулся. И не знает, что рядом свеженькая сметанка. И тут мелькнула у него такая мысль, что даже под сердцем похолодела. Эх, была не была. А ну-ка попробуем. Хоть они и хитры, а не хитрее нашего деда. И он выкатился из погреба. Держа обеими руками заветный горшок. Бесстрашно подошел к немцам. Фашисты насторожились. Двое вскочили и уставились на него в упор. Малышев партизан. А Ваня улыбнулся, протягивая вперед горшок. Я вам сметанки принес. Во, непочатый горшок, смотри-ка. Немцы переглянулись. Один подошел, заглянул в горшок. Что-то сказал своим. Потом достал раскладную ложку, зацепил сметану и сунул Ване в рот. Ваня проглотил и замотал головой. Не, не отравлено. Сметана, гуд морген. И даже облизнулся. Немцы одобрительно засмеялись. Забрали горшок и начали раскладывать по своим котелкам. Всем поровну. Начальнику больше всех. Мальчик не собрал. Сметана хороша была. А Ваня быстро освоился. Подошел к танку. Похлопал по пыльным бокам и похвалил. Гуд ваша танка, гуд машина. Как его зовут? Тигра? Немцы довольны, что их машину хвалят. Посмеиваются. Я-я, говорят. Тигр Кеннинг. А Ванюша заглядывает в дуло пушки. Танк стоит в яме. И его головастая пушка почти лежит на песчаном бугре. Так, что нос с нее сунуть можно. Покосившись на немцев, которые едят сметану, Ваня осторожно берет горсть песку. Засовывает руку в самую пасть орудия. Из нее жара пышит. Еще не остыло после выстрела. Быстро разжал Ваня ладунь и отдернул руку. Гладит пушку, как будто любуется. А сам думает. Это тебе в нос табачку. Чихать не прочихать. Однако маловато. Ведь это не то, что дедушкино ружье. Это большая пушка. Еще раз прошелся вокруг танка. Еще раз похвалил. Гуд тигра. Гуд машина. И видя, что немцы сметаной увлеклись, ничего не замечают. Взял, да еще одну горстку песку таким же манером, в дуло пушки подсыпал. И только успел это сделать, как грян новый бой. На дорогу вышел грозный советский танк. Идет прямо к груди вперед. Ничего не боится. Сходу выстрелил. И первым снарядом угодил в пустую яму. Откуда вражеский тигр успел уползти. Немцы бросились к своему танку. Забрались с него, запрятались. И давай орудийную башню поворачивать. На наш танк пушку наводить. Ваня нырнул в погреб. Смотрит, стоит тигр на прежнем месте. А пушки у него нет. Пол ствола оторвало. Дым из него идет. А фашистские танкисты открыли люк, выскакивают из него. Бегут в разные стороны. Орут. И руками за глаза хватаются. Вот так с песочком. Вот так с песочком. Здорово вас прочистило. Ваня выскочил и кричит. Дед, смотри, что получилось. Тигру капут. Дед вылез, глазам своим не верит. В танка пушка с цветушками. А что ты у него такой ствол разодрала? И тут в деревню, как буря, ворвался советский танк. У брошенного тигра остановился. Выходят наши танкисты. И оглядываются. Ага, говорят один. Вот он, зверюга, готов. Испекся. Прямо в пушку ему попали. Странно, говорит другой. Вот туда мы стреляли, а вот сюда попали. Может, вы и не попали, вмешался Ваня. Как так не попали? А кто же ему пушку разворотил? А это он сам подбился, разбился. Ну да, сами танки не разбиваются. Это ведь не игрушки. А если в пушку песку насыпать? Ну, от песка любую пушку разорвет. Вот ее и разорвало. Откуда же песок взялся? А это я немного насыпал, признаться вами. Он, он, подтвердил дед, озорник. Он и мне однажды в ружье песком насыпал. Расхокотались наши танкисты. Подхватили Ванюшу и давай качать. Мальчишке раз в десять пришлось рассказывать все сначала. И подъехавшим артиллеристам, и подоспевшим пехотинцам, и жителям деревни, прибежавшим из леса, приветствовать своих освободителей. Он так увлекся, что не заметил, как вместе со всеми вернулась из леса его маль. Она ему всегда строго-настрого наказывала, чтобы без спросу в погреб не лазил, молоком не распоряжался и сметану не трогал. Ах ты, разбойник! Воскликнула маль, не разобравшись, в чем дело. Ты чего в хозяйстве набедокурил? Сметану немцам справил? Горшок разбил? Хорошо, что за него танкисты заступились. Ладно, говорят, мамаша, не волнуйтесь, сметану снова наживете. Смотрите, какой он танк у немцев подбил. Тяжелый, пушечный, систему тигр. Маль смягчилась, погладила по голове сына. Да чего уж там озорник известный? Прошло с тех пор много времени. Война окончилась нашей победой. В деревню вернулись жители. Веретейка заново отстроилась и сажила мирной жизнью. И только немецкий тигр с разорванной пушкой долго еще стоял у околицы, напоминая о вражеском нашествии. И когда прохожие или проезжие спрашивали, кто же подбил этот немецкий танк, все деревенские ребятишки отвечали. Иван Кингров из нашей деревни. Оказывается, с тех пор так прозвали Ваню Ковкина. Тигр, победитель тигра. Так появилась в деревне новая фамилия.